Я не пытаюсь улучшить ваш ум, в пучине идеологии зла я пытаюсь разбудить ваше сознание, вернуть вам зрение, вернуть вам простое понятие того, что честь и свобода важнее той жизни, которая вас понуждает с детства. Как только голоса от государства начинают взывать к вашему патриотизму, это означает, что они готовятся убивать вас быстро и эффективно. Если вы сломаете механизм часов, стрелки все равно будут показывать два раза в сутки правильное время, и у ваших оппонентов всегда будет повод кричать, что в лжете и часы прекрасно идут. Мы живем в эпоху сломанного времени и кривых зыркал, а ложь правит миром. Дайте волю душе, слушайте, думайте, пишите. Друзья, сегодня у нас воскресенье, сегодня мы поговорим с вами, как всегда, на основные злободневные темы. И я начну, как всегда, с писем подписчиков. Но прежде всего хочу вам всем пожелать доброго времени суток, хорошего настроения, силы духа и сил физических. Всем здравия. Светлана из Израиля пишет. Здравия всем, пишу из Израиля. Подтверждают слова, что звуки взрывов связаны с вышками 5G. В октябре, когда нас обстреливали ежедневно, мы часто гуляли на одной и той же детской площадке со знакомыми. Только мы и они. Они обратили внимание, что всегда именно в этом месте сильно бухает во время взрывов. Но никогда ничего не падает. В других местах не так громко слышно. Я тоже сразу обратил на это внимание. И предположил, а не связаны ли эти пугающие звуки со стоящей рядом вышкой 5G. Так и осталось с этим мнением. Всегда именно в этом месте были самые серьезные бахи. Причем, они всегда запаздывали довольно сильно от представления на небе. Разрывы ракет, снаряды и бомб видеть не пришлось. Но в военном лагере подготовки лейтенантов нам показывали, как взрывается кусочек тротила размером с хозяйственное мыло грамм 200. Лагеря выкорчевали старые столетние дубы. Так вот, пень в обхвате 2 метра отрыли на глубину 1,5 метра. Это сделали мы сами, студенты. Шаску заложили. Нас человек 200 отвели на 300-400 метров на холмик. Я еще подумал, что так далеко. О, может быть, было поближе посмотреть. Подорвали. Этот громадный пень разорвал на 4-5 частей, которые вылетали на высоту выше 9-этажного дома. Большие куски земли упали на землю недалеко от нас. Наш за 300-400 метров осыпало земляной пылью. Я это запомнил на всю жизнь. И это всего же 200 грамм тротила. Для справки, в ручной гранате 75 грамм тротила. Я уже говорил, что те ракеты, которые прилетают, которые показывают, которые взрываются, у них очень много начинки дымовой, то есть, чтобы был страшный дым, и очень мало реальной взрывчатки. То есть, чтобы бабахнуло и все. А бабахнув 200 грамм тротила вполне хватит, чтобы очень сильно бабахнуло. Даже 100 грамм хватает вполне. Но при начинке, например, 500 килограмм снесет весь квартал полностью. Там останутся только торчать куски фундамента от некоторых домов. Теперь всем умникам по поводу бурного обсуждения событий в Москве. Если бы реально террористы хотели что-то сделать с большой кровью и без риска, то им достаточно было принести в зал две коробочки с правильной начинкой и уйти тихо, предъявить требования в середине спектакля, и нажать, чтобы все узнали об их требованиях. А потом, когда они увидят, что туда побежали подрывники, и начался шум и паника, и начали эвакуировать зрители, тогда бы они тихо эти коробочки подорвали, находясь на расстоянии достаточном, чтобы никто о них даже и не подумал. Они бы положили таким образом всех, и артистов, и зрителей 70%, ну, выживших было бы не более 30% коллег. Выжившие были бы 100% недееспособными коллегами, что много хуже смерти. Смотреть на платном канале то, что сказать не могу. Могу только сказать, что пришли в зал, ковны устроили, стреляли не они, у них были стволы с учебными патронами. Да вообще там непонятно, может быть, эти вообще съемки не там-то велись. А если и велись, то, может быть, несколько раз. Мне там кто-то писал, что прилетали организаторы на соседине здания администрации, рядом на вертолетах, и там была большая шумиха целую неделю вокруг этого комплекса. Вот что пишет Дмитрий. Здравия, Морад, и здравия всем достойным. Хотел поделиться своими наблюдениями по поводу жертвоприношения к уроку сети. Начну с юридического аспекта, трактовки СМИ его. Это назвали терроризмом. То есть статья 205 УК РФ. Читаем, что такое терроризм. Открываем эту статью, так сказать, и читаем. Совершение взрыва, поджога иных действий, устрашающего население, создающее опасность гибели человека в целях дестабилизации органов власти, воздействия на принятие ими решений. То есть по смыслу статьи при решении этих действий подразумевается требование террористов к так называемой власти. Требования не было, не поступало, не поступило до сих пор. Значит, трактовка терроризма здесь совершенно не подходит и никак нельзя, не может применяться. Значит, налицо мы имеем статью 105, часть 2 УК Убийства более двух человек. То есть налицо массовое убийство, жертвоприношение, по-моему. Идем далее. Коротко о себе. Тружусь частным электриком, занимаюсь иногда слаботочкой, слаботочными системами, то есть противопожарными. Так вот, участники трагедии говорили на камеру, что эвакуационный выход был закрыт. Тут я провел беседу со своим другом-инженером по этим системам СКУД, ОПС, дымоудалению и так далее, касаемо эвакуационной двери. Есть два момента, почему она не открылась. Напишу доступным языком, если дверь управлялась через сервер, то при повреждении или отключении сервера она могла не открыться. Тогда налицо четко другие соучастники из числа инженеров, которые перед этим это сделали. Специальные, подчеркиваю. Но такой вариант управления через сервер крайне уже старая система, которая уже не используется. Сейчас проектируются системы, которые предусматривают, что при срабатывании сигнализации, отключении питания, электросети, электромагнит в любом случае размыкается и дверь открывается. Надеюсь, я доступно объясню. А в общем, что же получилось? Сигнализация не сработала, система автомат пожаротушения не сработала, система дымоудаления не сработала, эвакуационные двери не открылись. Налицо спланированное и технически подготовленное массовое убийство. На видео, которое нам демонстрируют по телевизору, видны высокие люди, а поймали низкорослых азиатов, не понимающих, что от них хотят вообще. Еще один момент, они ходили, стреляли, взрывали, час или более, а полиции, как назло, об этом совсем не знали. Да и пожарные не спешили. То есть невозможно представить себе, что полиция не знала о том, что идет нападение. Все как по страшным нотам. Жму руку. Далее он делает трепетку, публикуя новые сведения своего личного расследования. Только что нашел человек, который обслуживал концерты в Крокусе. В резюме такое, над сценой, над сценой прямо, стоят противопожарные датчики. В случае малейшего задымления отщелкиваются магниты эвакуационных дверей. Двери открываются, двигаются в сторону стен и прилипают к стенам на другие электромагниты. То есть намертво прилипают. Двери эвакуационные открываются и прилипают. Отодрать их, даже если вручную пытаться их закрыть, магниты не дадут это сделать. Настолько они сильные. Вот я и обрисовал всю картину происшедшего. В зале были отключены противопожарные датчики путем повреждения проводов, идущих к датчикам. Это массовое убийство. Это итог. Как больно жить, пишет он, и все понимать. Друзья, тут надо четко понимать, что ловить и преследовать убийц реальных никто не будет. Так как те, кто должны это делать, и есть эти самые преступники. Которые действуют по всем известному принципу. Вор всегда громче всех кричит «Держи вора!» Преступная банда пособников нечисти сидит на всех липовых должностях в России. Она сидит на липовых должностях в Украине и по всему миру. Они из одного клана, из одного теста, из одного чрева, из одной единой системы. Понять что-либо никто не может, так как если еще в 70-е годы, на одного разумного было пять условно-мыслящих в 70-е годы, то сегодня на одного душой наделенного, способного четко логически мыслить, приходится, скорее всего, уже 10 тысяч совсем неразумных, полностью зомбированных. Из них некоторые еще пытаются что-то соображать, но у них это не получается. Их отличительные признаки, вот этих безумцев, которые окружают нас, призывы к объединению вокруг неких мифических сил, написанию заявлений и требований, это те, которые пытаются изображать из себя разумных, хождение на протесты по принципу Салтыкова-Щедрина, а глуповцы стояли на коленях и ждали. Знали они, что бунтуют, но не стоять на коленях не могли. Так они сегодня и бунтуют, сняв шапки с дурацкими иконами, и бунтуют сегодня, и просят со слезами «Путин, помоги!» Если раньше люди верили, что новый правитель окажется лучше, охотно и с большой надеждой, ждали перемен власти и смены правителя, и большая часть тайна была против старого, но потом они на опыте собственной шкуры всегда убеждаются, что обманулись, ибо новый правитель всегда оказывается намного хуже старого. Если остается старый, то это совсем не... А если остается старый, то надо мылить сразу веревку и самим вешаться, чтобы не мучиться, ибо долгая власть одного и того же придурка, который претворяется правителем, будучи стопроцентной маринеткой, потому что, я, друзья, уже много раз говорю, на самом деле любого правителя как дешевую простудку танцует тот, кто больше даст денег, чтобы его там поставить. а кукловоды, которые в тени, те, которые в тени сегодня, им очень выгодно держать нелепую куклу по имени Крошка Пу, так как в случае его переточной смерти и большого траура по нему любимому. О нем любимый спрос, когда трава пройдет, спроса нет больше никого. Кто отвечать-то будет? Помер и все. Вообще все сегодняшние кукольные правители ходят под трибуналом. В принципе, они все ходят под трибуналом, любого правителя любой страны мира. которого нет, на самом деле, некому их судить, потому что судов нет, трибуналов нет, власти нет, законов нет. Но они не знают, что есть палач. А палач не делает разницы между тем же Песковым или пенсионером, ушедшим на войну, который, прыгавая на диване, воюет, хотя войну никто не объявлял, нигде нет объявлений войны, ибо пенсионер стал люто ненавидеть всех врагов из Украины и все время голосует за Путина день и ночь голосует. Все, кто хомячит и голосует, сами бегут на плаху, откажавшись от души своей. Вот все знают, что есть такая декларация прав и свобод человека, и что все страны, подписавшие в Хельсинки ее обязаны ее исполнять. Это приоритет над законом их страны. Но нет ни одного государства в мире, ни одной страны, где бы ее кто-либо соблюдал. Нельзя попустить насилие без предела власти ради того, чтобы избежать войны, друзья. Я об этом много раз вам говорил, что нельзя. Так как ваши правители на самом деле и есть реальные враги ваши. А преимущество войны с ними все давно уже полностью утрачено, разбазарено, потеряно. Только из-за жалкой покорности к их лжи, жалкой покорности к морку, терпения, нежелания высовываться, психологии премудрого пискаря или хомячка. Пока есть что грызть, буду сидеть тихо и грызть. Друзья, внизу, в описании под роликом есть вся необходимая вам информация. Там есть название моего второго запасного канала, на котором я читаю сейчас главу моей книги жизни и показываю всем, кто же такие были на самом деле ИСА, обозвали многими прозвищами, например, для католиков его имя звучит как Жизюс, а для вас как Христос, кто такой Магомед, кто такой Олег и кто такие вершители и многое другое. Там же внизу в описании под роликом, для этого всего лишь надо нажать ЕЩЕ. Вот описание открывается, оно короткое там. Нажмите ЕЩЕ. И оно откроется полностью. Так вот, там есть адрес моей электронной почты. Вернее, не моей почты электронной, а вернее почты блога. Там же есть информация о том, что вы можете заказать мой большой сборник поэзии, если вы не живете на территории России или Республики Беларусь. Его я отправляю вместе со своим автографом. Там же есть все ссылки, по которым вы легко можете оказать финансовую поддержку моему творчеству, в том числе и находясь в России. Там же вы сможете увидеть именно той небольшой группы, которая окажет помощь постоянно или сделали ее впервые. Там есть ссылки на третий канал, он уже работает. Для того, чтобы подписаться из РФМ, многим из вас надо настроить ВНП. На канале там будет бесплатный и платный контент. Месячная подписка стоит недорого до трех долларов. Мне от трех долларов мне пишут, что я получил, мне много очень пишут, я получил более трехсот письм, что не принимается оплата с российских карт. Надо купить виртуальную карту и с нее сделать месячный взнос. Но я не понимаю, если есть трехсот человек, готовых сделать взнос, то почему помощников менее тридцати? То есть в 10 раз меньше. Если бы на донат алердзе, куда легко оказать помощь из России, оказывали бы помощь трехсот человек из России, я бы вообще не стал открывать платный канал. То есть разговор как бы ни о чем идет совершенно. Там на новом канале подписку где-то оформил человек 180. А взнос делал небольшое количество совершенно. Комментировать не буду. Но идем далее. Сколько бы надежд бы не возлагали на правителя в любой стране мира, сколько бы он обещаний вам не давал в реальности, кроме насилия, зла и лжи мерзкой, вы от него не дождетесь. Это вот такая железная аксиома хороших правителей не бывает. Не было никогда в истории ни одного правителя, который переживал за свое государство, за его жителей и был озабочен так сказать их процветанием. Так как ни один правитель сам решение не принимает, а те, кто принимает решение, никогда не интересуются вашими надеждами и отчаяниями. Они в этом мире не рачительные пастухи, о хищнике, которые скрывают свою суть, ибо сами по себе они слабы, ничтожные, просто омерзительные. Единственное, чего они хотят, это покорности стада, чтобы овцы не мешали им их кушать и стричь. все оппозиционеры все время бегают по кругу с ослиным упорством. Я все время говорю, вот, с ослиным упорством положил грабли, они бегают, наступают на острые зубья, грабли бьют их по голове, они опять бегут дальше, наступают на следующие грабли. Нет бы остановиться и подумать, что это я бегаю все время этими ручками этих грабель по лбу получаю, а ноги уже бежать не могут, потому что все время на зубья наступают и уже все ноги изранены. Нет, они продолжают упорно бегать, пытаясь нам доказать, что если бы они правы или правы ли бы те, за кого они призывают голосовать, то тут же бы провели реформы и все изменили к лучшему. Что чиновники при них стали бы скромно жить на свой оклад, стали бы такими белыми пушистыми овечками чиновники. А все нищие тут же стали бы жить и поживать и жировать, ничего не делая в достатке, при этом ничего не делая, ничего не меняя, сам по себе ничего не меняя. Вот был вчера нищий, искал, где бутылку сдать, чтобы купить себе кружку пива, а сегодня разбогател. Потому что пришел новый правитель и осыпал великими благами. Водка стала бесплатная и консервы тоже. И дали ему жилье, где канализация хорошо работает, вода из крана родниковая течет, вода горячая всегда есть. в общем-то рай, а не жизнь. Только надо правильно проголосовать и все будет прекрасно. И делать потом вообще ничего не надо, только пойди проголосуй. Или напиши заявление, или подпишись, или вступи в ряды какие-то какой-то партии запойманного тараками. Простая истина, но у нас уже говорили, равенство ищите в банке с сардинами, или в банке со шпротами. Но вот кого интересует мнение сардин, даже в стае, если они живые сардинки плавают, когда они уже пойманы и скоро станут шпротами, да и когда плавают в стае, кого их интересует. Главное чтобы много было и можно было небо забросить и зачерпнуть их побольше на борт поднять. Или насосом их выкачивали, что тоже очень эффективно. Мне непонятно, как люди добровольно стали такими вот сардинками, хомячками, не знаю чем. Вот сегодня реально вовсе превратились сардинок в небо. Развал и анархия при сломе пирамиды государственной власти позволяют появиться пения из разбогатевших в пучине беспорядков. Когда развал власти идет, появляются такие богачи на час, которые мгновенно сориентировавшись, как крысы начинают хватать лучшие куски. А сам этот беспорядок начинает порождать что? Грабежи и убийства. Вспомните 90-е лихие. И при этом страдает все население. Вот население сейдов совершенно не способно понять, что же с ними такими добропорядочными и законопослушными происходят. Откуда пришла эта война, откуда пришла эта беда, почему так стало плохо, ведь они всегда были дружно за того, кто сидит на вершине пирамиды. Сколько бы он им не брал, они все равно за, все равно голосуют за него любимого. Он им каждый день на голову, а они голосуют. Ну не он, конечно, он просто пустая марионетка, надувная куколка. Классический пример. Немцы, которые печенюшками встречали и встречают своих будущих убийц. И более половины из них по сей день верят в то, что скрытая оккупация из земель, то, что происходит, называется оккупацией. Бездельниками, насильниками, просто преступниками есть очень и очень благое дело для Египта страны. Как говорится, у них уже стадия трупного окоченения их в Германии наступила. А они спорят петли с жаропонижающей или можно теплым молочком обойтись. И то многие считают, что давать мертвяку молоко теплое, это слишком радикально. То есть одни говорят, что надо ограничить прием беженцев и депортировать все, кто не получил вид на жительство в силу необоснованности этих запросов. Так куда их депортировать, я вас спрошу, мужья. Они даже не знают, с какой страны они прибыли. Они говорят, что мы документы потеряли. Туда никто доходит, он говорит, мне 14 лет, мне в школу надо. 30 летний мужик уже седые волосы пробивается. Он говорит, седые волосы у меня то, что жизнь была плохая, но мне 14 лет, я еще маленький. А другие говорят в это же время, что нет, что вы говорите, надо убедить волка, что ему надо поменять срочно сексуальную ориентацию и свои вкусовые пристрастия, стать веганом и самому откусить свои яйца, перекрасив шкуру во все цвета радуги. Еще приходят другие и говорят, что с ними надо проводить мягкие беседы и проводят. Ограничивать надо прием лист курятники и убедить лист в том, что есть надо рисовые котлетки в яблочном соусе. Интересно, скажут многие, что у этих немцев творится в головах. Только им надо самим на себя посмотреть, прежде чем про немцев говорить. Например, ответить на простой вопрос, почему жена президента Украины торгует детьми и не скрывает этого? Или почему Пашанин по сей день сидит живой и здоров в Ереване? Земли приобретаются оккупантами не своим либо чужим оружием на самом деле, и не по милости судьбы, и не доблестью вожде оккупантов. Сами глупые жители своих земель дарят земли свою, принимая ложь за истину, потворствуя своей покорностью насилию над собой, повинуя собственной трусости, подлости, мелочности, меркантильности. Последие вид фермеров в Европе уничтожают не открытым насилием, а налогами, ценами на топливо, электроэнергию, на удобрения, и в то же время цены на то, что они используют для получения своего конечного продукта, растут, а цены на их продукцию никак не растут, не повышаются закупочные. Но при этом им все время дают всякие глупые обещания. И вместо обещанных благ душат их через администрацию и налогию. А их профсоюзы давно куплены, те профсоюзы, которые в них содержат, они опять-таки еще платят на свои профсоюзы, профсоюзные взносы, они давно куплены властью и тоже работают на их уничтожение. Этим же заняты все ветеринарные службы всего мира. И ветврачи сами не понимают того, что роют себе могилу. То есть на самом деле я все это пять лет вам говорю, люди занимаются самым страшным суицидом, как физическим, так и моральным. Вот два месяца там или два слоя на фермеры бегали по Франции, бустовали, бунтовали, им сказали, там 14 марта по-моему все, вы получите выплаты, выплату 4 дотации, мы компенсируем все ваши убытки. Естественно, там примем такие решения, которые позволят вам без проблем реализовывать вашу продукцию, снизим вам бремя, которое вы несете, ну чего им только не по наобещанию. Естественно, там 14 марта прошло, никто ничего не сделал. А ведь их же профсоюзные лидеры их убедили, что им все сделают. Ну, говорят, надо еще утряхнуть мощной, потому что профсоюзных денег не хватает, чтобы вас защищать. Я еще раз говорю, я все пять лет вам говорю, люди занимаются самым страшным суицидом, как физическим, так и моральным. они ведь глубине души понимают, душа-то знает, если душой не наделенные, что творят непотребство по отношению именно к своей душе, но предпочитают убеждать себя, что все разговоры о душе это в принципе глупость. Они говорят, живем-то один раз, после меня хоть потоп, и прочие мерзости говорят. вот и идут убивать братьев своих, воруют, грабят, насилуют, торгуют своими детьми, или в лучшем случае издеваются над ними, или бросают, а потом кричат, ой, как плохо. Куда же смотрит президент, куда смотрит правительство, куда смотрит полиция? Кричат о своих правах и о том, что им все все должны. Им должны и пенсию, и пособие, лучше пенсию сразу после 20 лет платить, и 13-ю зарплату, и вывоз мусора, и хорошую еду, без химикатов и припищевых добавок, и низкие цены, и дешевые турпакеты, и низкие проценты по долгам, или вообще списание этих долгов в банке, и тому подобную чушь. Они думают, что им кто-то чего-то должен. Заблуждается тот, кто думает, что новые покорность, терпение, добровольная поза перед властью, а у них поза одна, называется поза чего изволите, могут заставить великих мира всего позабыть о своем аппетите, и возлюбить хомячков своих покорных, и дать им все, что те хотят, что хотят они иметь. Так, у них вот такое представление, что вот сейчас придет и откроется там рог изобилия и посыпется на голову. Они даже не понимают, что у них есть все, у них самих все есть, все в их руках, что все производят они сами, не тот, кто сидит где-то там в кресле наверху, изображая себя президента, не те, которые там в парламенте что-то болтают, сытые, довольны, а у них все в руках, у них у тех наверху ничего нет, а у них, которых наверху у власти есть только прожорливые пасти для потребления плодовых труда и для потребления их самих, еще есть у власти большие такие жирные задницы, чтобы испражняться им на голову, как сказал в свое время Макеавелли, который жил скорее всего совсем не в этом отражении и звали его совсем не так, а просто его труд переделали под историей мира, которого никогда не было, так вот он сказал, у мы бывают трех родов, один все постигает сам, другой может понять то, что постиг первый, третий сам ничего не постигает и постигнутого другим понять совершенно не может, первый ум выдающийся, второй значительный, третий никуда и ни на что не годный, так вот третий тип ума сегодня доминирует по всему миру, а теперь к нему прибавилась огромная масса уже совсем не способных думать, они уже думать совершенно не способны, это очевидно, только обрывки чужих мыслей, как протравленные тараканы, ползают у них в черепных коробках, основная начинка таких черепов осталась только злоба, ненависть, зависть, страх и потребительские желания, но некоторые уже перешли в стадию инфузорик, туфелек, я не знаю, улиток, у них вообще никаких мыслей в голове нет, вот идешь по улице, смотришь, идут люди, а в глазах у них ни мысли, ни жизнь, ни света, и вообще непонятно, они могут ли еще думать, уже тут фиксируют такие случаи, что человек идет по дороге, не знает, куда он идет, зачем он идет, вот, он может три раза подойти к магазину, вернуться домой, забудет, что он вообще-то бутылку молока купить, это уже даже не рабы, а прямоходящие мертвяки, и сейчас перед властью стоит огромная проблема их утилизации, потому что они никому не нужны, они себе не нужны, массовые утилизации по простой причине, больше власти они не нужны и только мешают, она их сама сделала, она сама своими этими экспериментами над ними их сделала, основная масса совершенно не готова к любой, даже мало-мальски степени свободы, то есть не готова к свободе, лишит таких условно-разумных правил рабского поведения, и что они будут делать? Свободный человек всегда отвечает за свои дела и поступки только перед собой и своим близким, араб стремится жить по длине своего поводка или цепочки или цепи или кандалу в пределах отведенного ограниченного пространства, в пределах отведенной клетки, то есть вот у него есть клетка, маленькая например, или большая клетка, все равно клетка, да, что ты назови ее Россией, что ее назови это самое там, не знаю, Македония, все равно клетка, в этой ограниченной пространстве, когда ему дают немного денег, он бросается и летит куда-нибудь в такую же другую клетку, где он привилегированный находится положение, потому что он прилетел в отель все включено на недельку и почувствовал себя хозяином жизни в пределах отведенного ему ограниченного пространства. Она написала всего, вот в комментариях просто, что большой был, но я не буду его зачитывать, просто пишу, что она написала, что земля у них гибнет, техника есть, у них там трактора, еще что-то есть, но скота совершенно нет и земля гибнет. А я не ответил, без перегноя, без навоза от копытных земля умирает быстро или же эта земля должна находиться под паром, но земля, находящаяся только под паром, тоже начинает умирать медленно, потому что дикому полю нужны огромные стата диких копытных, если, конечно, это не поляна в лесу, понимаете, лес, например, он сам себя удобряет, листья падают, листья падают, низ деревьев там какие-то, гибнут, падают, они гниют, там перегнивают, в лесу в любом, вы копнете лопатой и будете черноземным, то есть лес кормит себя сам, а вот поле, оно себя прокормить само по себе не может, то есть, чтоб на поле хорошо рос тот же самый, даже бурьян или ковыль, по полю должны туда-сюда передвигаться антилопы разных видов, стада диких животных, летать туда-сюда в тучи перелетной птицы, дров, стрепетов, перепелок и так далее, они, журавлеи и прочее, даже мелкие птицы, такие как там скворец и так далее, то есть, они летят, они садятся, они удобряют землю по пути, они потребляют и удобряют, потребляют и утрабляют, земля живет этим, нет этого ничего, земля умирает, она не может жить без удобрений, это обычная, вот простая, абсолютно неоспоримая аксиома, химии землю не накормишь, вот хотите знать, когда появился реальный центральный комитет нечисти, он появился в момент нападения на наш мир, он так и назывался центральный комитет в 1789 году, его прикрыли фиговым листочком под названием французская революция власти, нападение на наш мир, первое нападение такое было, вернее, это было второе нападение, но это было то нападение, которое в конечном итоге привело к победе, нечисти. Так вот, на самом деле центральный комитет был высшим органом интервента, его относили как центральному комитету якобинцев. Только в Париж, они тогда во время наводнения, нападения, как они сами писали, внедрили не менее 600 тысяч клонов, похожих на людей, для полного захвата этого города, которых потом назвали якобинцами. Так появилось масонство в реальности. и у масонов есть такое понятие конституция масонская. Откуда и пришло потом это понятие везде. Об этом открыто в свое время писали наставники их, носившие название иезуиты. Сначала был такой орган иезуиты, потом они создали центральный комитет для масонов и некий Алгустин Барбюэль издал в свое время знаменитые мемуары к истории якобинства и якобинизма. Об этом нам также сообщают, якобы критикуя его утверждения, авторы изданного в Москве, в России вообще, и не только перепечатаны в разных изданиях, везде это в Киеве и везде они перепечатали год издания 1914 и обратите внимание год издания тракта масонства в прошлом и настоящем. Фактически это был очередной переход от стадии становления к стадии уничтожения последних свободных людей в мире и начался так называемый этот этап с первой мировой войны. Всем любителям христианства советую поставить на знак от которого началось в 19 веке началась их религия. Я все время говорю им, что религия вообще-то началась с создания пятикнижья Моисея, которое было написано только в середине 19 века. Я подчеркиваю, что пятикнижье Моисея было написано в середине 19 века. А они мне пишут, что не надо читать Ветхий Завет, а надо читать только Новый Завет. Вы понимаете, что они пишут? Тем самым сами же отвергают Библию. Потому что Новый Завет был написан еще позднее, чем Ветхий. То есть пятикнижье Моисея написано в конце второй четверти 19 века начали писать, то Новый Завет писали в конце третьей четверти 19 века. только тогда в начале четвертой четверти 19 века появилась Библия. Но потом, конечно, они сваргали, там были целые институты, работали, которые создавали, так сказать, старинные, в кавычках, рукописи. То есть вот эти люди, они сами же отвергают Библию, когда говорят, что не надо читать Ветхий Завет. И вообще говорят, не надо читать, надо верить. Они не хотят видеть истинное содержание этой книги. Вот посмотрите на картинку, на которой вы четко видите изображение гения зла по имени Пифон, над которым мы видим основной символ лжи Солнца с закрытыми глазами. Я же подчеркиваю, видим Солнце символ лжи с закрытыми глазами и висящим под этим Солнцем крестом. Из Солнца этого вырывается выхлоп плазмы, то есть оно летит, оно как бы движется куда-то, словно комета. Рядом находится Солнце с открытыми глазами, как символ захваченной в плен змеиным хвостом истины. То есть это символизирует истину, которая захвачена змеиным хвостом лжи. Еще левее мы видим убитое силами тьмы Солнце, проткнутое головой грифа или грифона. Существо адепт тьмы, который мы видим, гений зла, имеет человеческие черты, бородатого лица, со злобно опущенными вниз узкими губами, косматой бородой и козлиными рогами. Вам все еще хочется сходить в церковь? Теперь посмотрите на масонские печати. Описывать их не буду, но слева мы с вами видим звезду шестиконечную, а особо говорить об этом тоже не будем, но как вы понимаете, звезда это на самом деле символ их власти над порабощенным миром. Вот еще один важнейший символ масонства это масонский запон. Эннис символ фартука вольных каменщиков, в центре трон обомленной королевской мантией, вверху над троном череп со скрещенными под ним берцовыми костями. Для любого ребенка череп со скрещенными костями это символ не каких-то там вольных каменщиков, а пиратов, как вы понимаете. Впрочем, тут ничего нового нет, все лежит на поверхности. Я не просто так это все вам показываю. Сначала была из предателей слабо одаренных создана секта масонов со своими ритуалами якобы таинствами. Потом появилась необходимость в ее основных фанатичных последователях. Потому что для привлечения к обрядам, где их повязывают кровью, нужны были последователи. Для этого после провальной во многих участках для них войны, война 1812-1814 года была у них провальной, когда был полностью под Москвой разоплощен высший демон, хотя это неправильное определение правильно будет сказать высшая самая сильная энергетическая сущность, которую они называют и называли Гаммашех. Коротко Мошея, позднее для Гоев это стал Моисей. Ну, как хотят там, они так и говорят. То есть, там столько накрутили, напутали, что они сами-то не понимают, что говорят. От этого и понятие Мессия возникло, посланник высших сил. поскольку таким заумным творчеством, вот этим всем творчеством создания, представить, надо было создавать одновременно столько священных книг, ссылок, текстов, толкований и так далее. Огромное количество людей занималось этим писательством. Огромное количество сочинителей. то имеем сегодня нагромождение совершенно противоречивых и диких глупых историй из этих обрывков. Из этих обрывков Лоскутов созданы лоскутные покрывалы для всех авраамических религиозных учений. Далее, друзья, только мои фантазии. Где-то в 1815-1818 годах была открыта огромная фабрика для производства клоунов на острове, который сегодня называется острова Пасхи, который является самым удаленным и не зря населенным островом мире. Расстояние до континентального поближе Чили составляет 3514 километров до острова Питкерн ближайшему населенному месту сегодня это 2075 километров. Там начали массово производить клоунов. Тех, кому мы называем сегодня базой шапконосителей, а также там начали производить дщерей Евы. Если представители мужского условного пола практически не способны к размножению, то особи женского пола было заложено высокая репродуктивность и стремление к доминированию на бытовом уровне над своей семьей. Это дело исполнится специально. Семья как у такой женщины всегда состоит из детей и условного мужа. Все время муж занят накоплением семейного богатства и совершенно не интересуется тем, кто и зачем задирает юбку его жены. Принадлежность к секте определяется, как вы знаете, по матери у них, а не по отцу. Но произведенных хватало только на сливки. И поэтому, как я уже вам рассказывал во множестве роликов здесь на канале, началось из детей уничтоженных родителей производство так называемых евреев. Для этого нужна была единая идеологическая база. Так родилось к концу второй четверти девятнадцатого века именно начали строить Ватикан и так далее. То есть бурно шла работа, которая уже во второй сначала Ватикан вообще была цензурным комитетом над всем миром, которая во второй половине девятнадцатого века послужила основой Ветхого Завета. Все писалось на базе арамейской письменности одного из народов Серебряного кольца. остатки которого давно утратил свою письменность и свое предназначение которого по сей день кое-где встречаются под именем Ассирийца. А также на базе латинского языка тоже завезенного не из этого отражения. Так родилась Тора родилась первая первая часть Библии. Потом для внушения тупой покорности и обреченности с чувством рожденной беспомощности была придумана история с Иисусом. Александрия Невская. Но они 30 лет выполняли соглашение. То есть первый император российский так сказать появился только в тысячу сел на трон только в 1855 году под именем Александр Второй. Потому что тогда все знали кто такой был Великий Александр. Потому что город назывался Александрия Невская. Потом уже поменяли название города сделал Санкт-Петербург и так далее. Были состряпаны огромное количество фальшовых карт. Также попали сюда карты из других похожих отражений. В общем то ни одной карте на самом деле реально верить нельзя сегодня. Впрочем на канале вся реальная а не глупая официальная и не менее глупая альтернативная история все есть. И очень подробно изложено во множестве так сказать роликов. Изложено все подробно со всеми фактами. Не надо требовать в этом ролике какие-то факты. Идите ищите находите читайте там все факты есть все названия все вся информация есть. Это огромное количество работ я не могу вам в одной маленьком абзаце пересказать содержание трех-четырех огромных книг. Сегодня когда обездоленные разобщенные и безвольные говорящие на исковерканных языках потомки великих предков сидят по своим жалким клеткам и празднуют иудейские праздники вроде Пасхи. Мы с вами наблюдаем в реальности как быстро идет зачистка мира от них же. Янкобы например президент Сербии масон Вучич как и Пашина из Еревана как и все другие так называемые великие вожди и великие президенты или невеликие вот этот Вучич он просто продал Сербию подал вернее Сербию на блюдочке беззащитную покорную на стол нечисти А я говорил еще 3-4 года назад к чему приведет его политика говорил Сербам Но вот за покорность и терпение Сербам придется ответить как их маленьким соседям вроде той же Черногории как сейчас платит дань за покорность Армения страданием своих жителей Россия и Украина тоже платит крови своих детей крови своих жителей и прочие покорные вроде немцев французов тоже самое происходит и покорные не мифическим врагам там где-то в Америке или Англии а покорные тем самым гадам которых сами якобы и выбирают вы думаете что на самом деле там вот вам специально создается ненависть не к тем кто стоит в тени и правит а ненависть к простым таким людям вот кто как можно поверить что какой-то там простой парень в своих джинсах со своей работой живущий своим трудом где-нибудь Нью-Джесс или Варенок к которому ему и что ездил до Сербии или до России а тем более до Украины образ всемирного врага США придуман для обмана всего мира и для самообмана американцев которые по сей день верят великое предназначение Америки нести свет прогресса и демократии на палубах их авианосцев своими бомбами а эти авианосцы уже на самом деле давно превратились в страшно дорогие плавучие гробы ни на что не способны да тот белый американец на самом деле он-то и сам сидит в полной заднице не знает что ему делать то ли сразу повеситься то ли подождать еще годик пока его покорно нужную позу поставит те чьи жизни очень важны так как сам же своей покорностью веруя в демократию и выборы и вывешивая и голосует то за одного то за другого кандидата вывешивая нелепую полосатую тряпочку со звездочками по случаю дня независимости отмечая дни которые на самом деле были днями страшного геноцида белых американцев успешно проведенного в свое время в 19 веке нечисти на канале опять-таки все есть начиная с ролика о глупейшей истории открытия Америки я вас спрашиваю куда сербы например завтра побегут куда черногорцы побегут мы видим что Украина побежала уже Россия под видом Украины побежала убегать это бесполезно в аду безопасных мест не существует ладно сейчас как всегда друзья немного поэзии друзья я уже как-то тут читал по-моему это стихотворение в каком-то из роликов но она актуальна каждый день потому что многие из вас пишут о том что происходит в школе стихотворение называется Новые костры эпиграфом для него я взял строки из Алых парусов теперь дети не играют а учатся они все учатся учатся и никогда не начнут жить Александр Грин Алые паруса 1922 год теперь слушайте само стихотворение фрегат раскинет алым паруса вчерашнюю зарю догнать пытаясь штурвал рукам умелым покоряясь курс ниточкой протянет к небесам форштинем рыб созвездия касаясь но дети не глядят на чудеса в ночном таком далеком от их будней небе они все учатся от завтрака к обеду а после дома впрок и на потом хотя порой бывают непоседы бывают неслухи и даже шалуны бывают драчины забийки задиры забияки а жизнь кипит не в виртуальном мраке где война мускулы с графикой даны характер закаляет ярость драки где жизнь идет сегодня и сейчас а не тогда когда наступит время что в луна женщины а не в ладошку семя мужчина сеет это суть для нас иначе навсегда исчезнет племя в унылых школах не растят мужчин голубизна и розове сияют и в свой вертеп детишек завлекают крольчатами в тепличный карантин где никогда им жить не позволяют на дым костра сбегается толпа горят в огне свобода и спасение горит возможность чести воскресенья часть настает вонючего колопа но мнится им что это откровение стихотворение написано в шестнадцатом году в 2016 но я думаю оно еще долго будет актуально благодарю вас всех за внимание всем вам доброго времени суток здравия сил душевных и физических до следующей встречи которая как всегда состоится в четверг на втором канале до следующей встречи